Мой эпизод Сёгуна уже не за горами, и я представляю, если вы как я, то многие из вас смотрели трейлер следующего эпизода несколько раз для того, чтобы попытаться угадать, что потенциально может произойти. После просмотра была одна сцена, от которой я просто не мог избавиться из моей головы. И это было здесь, там, где Таринага сама встречалась с незнакомец, кого-то, кого мы раньше не видели в сериале, и это выглядело как довольно зловещий напряженный момент. Поэтому я решил немного покопаться и попытаться понять, кто это может быть и в чем смысл происходящей сцены. Так что давайте не будем больше ждать и перейдем к делу, вот эпизод Семь Сёгуна, смысл этой сцены. Чтобы вы знали, это видео будет содержать спойлеры. Итак, во время предыдущего эпизода мы видели, что Таринага сама понял, что у него не осталось других вариантов, чтобы выжить, если он не начнет атаку на замок Осаки. Осознав, что Исида, по сути, сделал совет регентов устаревшим, и это госпожа Атиба Ноката был кукловодом во время его демонтажа и требовал его смерти. Теперь он понял, что единственный способ выйти из сложившейся ситуации – это пойти в война с Западом, Ишида и леди Атиба. Во время эпизода Хироматсу упомянул, что Багровое Небо было чем-то, что всегда было был отодвинут на задний план план штурма замка Осаки – разгрома оппозиции, там демонтировать правительство и сформировать новое, которое в конечном итоге сделало бы Само Сёгун в Торину. Помните, в своей заключительной речи Торинага упомянул, что он не собирается требовать никаких титулов и что он не хочет быть выше других и быть Сёгуном? Но я думаю, что Торинага просто показывает, насколько он умен. Я верю, что он определенно хочет быть Сёгуном, но я просто не думаю, что он позволяет это делать другим. Есть люди, которым он не доверяет среди своих, так что, по-моему, он держит в секрете определенные вещи. Когда он говорил о Багровом Небе, было сказано, что союзники Ишиды контролируют ворота Васаку, и попытка штурма замка будет как собственная смерть, сути дела руки на шее. Так как если бы вы шли к смерти. Здесь упоминалось о необходимости Торинага заключить союз с братом, чтобы был шанс на продвижение плана. В романе брат Торинаги Сатаки, но Хиромацу утверждает, что его брат – Саеки Набутацу. Так что, я думаю, что Торинага встретится со сводным братом. В сериале 80-х там был и отец Мартина Львита, и мы видели, как он задумывался в прошлом эпизоде, должен ли он был встать на сторону Торинаги. Думаю, что это будет здесь. Возможно, что это произойдет здесь. Брат Торинаги не один, с ним, вероятно, отец Мартина Львита. В романе его сводный брат против Торинаги, как многие даймя, и приданный Исидо и Совету. В этой сцене кажется триня между ними, но есть уважение с обеих сторон. Они противостоят друг другу. В двух частях кадра – визуальное представление, что они в разных сторонах войны в этот момент. Несмотря на то, что они родственники, они имеют разные убеждения и союзы. Торинаги пытается встать на сторону своего сводного брата по нескольким причинам. Во-первых, потому что его армия была уничтожена землетрясением и оползнем, которые произошли пару эпизодов назад, и он знает, что у него нет армии, достаточно сильной, чтобы сразиться с Исидо. А во-вторых, потому что его сводный брат, вероятно, единственный человек, которого он чувствует, скорее всего. Он может связаться и встретиться с теми, кто предан Исидо, и Совету в Осаке, где его не сопроводят сразу обратно в Осаку и не убьют мгновенно. Когда Торинага и его брат встречаются, между ними нет никаких любезностей. Будучи на стороне Исидо, он пребывает с приказом от Совета. Торинаги отправится в Осаку и следовать приказам Совета. Или, если он этого не сделает, ему приказано уйти и совершить сыпуку. Это то, о чем Торинага на самом деле думает в течение короткого момента, и я чувствую, что мы увидим это в следующем эпизоде. Поэтому Нагакада спросил у отца, что они будут делать, и умрут ли они с кровью на мече, то есть в сражении. Варианты, либо штурмовать Осаку, как утверждает Багровое Небо, либо решение не рисковать жизнями своих людей, если он думает, что это будет неудачной попыткой, и в конечном итоге совершить сыпуку. Я думаю, мы знаем, что собирается делать Торинага. Так что с Торинага, говоря своему брату, что он даст ему знать, в течение 24 часов, это то, что будет происходить у Торинаги в голове, и я думаю, мы будем видеть изображенным на экране. Даже если единокровный брат Торинаги на стороне Исидо, эта сцена между двумя из них заложит основы семейной динамики, которая присутствует между двумя из них. И мы увидим, что хотя он лоялен к Исидо и Совету, там будет что-то, что Торинага может предложить своему единокровному брату, чтобы попробовать и получить его, чтобы сменить сторону. Как мы видели, Торинага – проницательный человек. И придет время с Торинага, где он поймет, что его брат имеет более высокие амбиции для власти, и на самом деле хочет быть больше, чем то, что он выдает. Говорят, что Торинага понимает, что его брат на самом деле хочет быть сюгуном и расстроен тем фактом, что Исидо влюблен в госпожу Они, а падает к ногам при каждом случае. Торинага планирует предложить о тебе руку брата. Один из способов привлечения брата Торинага на свою сторону и предательства Совета во время осады замка Осака. Существующий Совет При участии Секигахара, судьба Японии, Исидо, Советы Торинага сама, восточная армия, во главе с Торинага, уступала западной армии. Приглашение брата не изменит ситуацию кардинально, но покажет, что лояльность можно купить. Исидо проиграл, Токугава Еесу победил. Верность Исидо была бы полезнее. Пойти на сторону Токугавы, исход мог быть другим сцена, символ изменений в людях, если цена подходит побуждение оставить Исидо и перейти к Торинаге. Это может показаться слишком много, чтобы понять из трейлера, но хотел донести как можно больше и объяснить исход этой сцены и его важность, особенно при учете динамики между братьями и возможности купить преданность, что, скорее всего, будет ценно в будущих сериях. Думаю, эта сцена в следующем эпизоде пометит начало пути последних четырех эпизодов. Приведет отца Мартина Альвита к Торинаге вместе с братом при встрече, и, я думаю, отношения между Марико, Джоном и Альвита станут важными. Не менее интересно за этим наблюдать. Луан не любит португальских католиков, и он не любил их с тех пор, как впервые приехал туда. Так что Альвита, скорее всего, в конечном итоге станет третьей фигурой между ними, которые стали такими удобными. Это сильно изменит динамику. Еще не видели сводного брата Торинаге на экране, поэтому мне интересно посмотреть, как пройдет эта встреча и что именно произойдет. Я объяснил, что, по моему мнению, должно произойти. Я просто надеюсь, что я действительно все понял правильно, и это не будет совершенно другая встреча. Представляете? Кух. Осталось всего несколько дней, так что начинайте следующий эпизод. Итак, вот он, седьмой эпизод Сигуна. Смысл этой сцены. Если вы хотите посмотреть больше видео о Шоган, нажмите на карточку в верхнем углу. Я освещал каждый эпизод, а также углублялся в реальную историческую фигуры, на которых основаны персонажи.